Всем привет! С вами снова Кирилл Фаер и добро пожаловать на второй выпуск школы баскетбольного фристайла. В прошлый раз я вас научил крутить мяч на пальцы, ну а сегодня, как вы уже поняли, мы затронем немножко другой стиль фристайла, а именно флоу. В этом уроке я покажу вам некоторые базовые движения флоу, и в конце из них мы попробуем собрать вашу первую в жизни фристайлерскую связку. А сейчас краткий экскурс. Что же такое базовые движения? Это те самые небольшие элементы, которые служат переходами между большими фишками и связывают наш выход воедино. Базовых движений существует уже огромное множество, и каждый день мы продолжаем придумывать новые и новые, но сегодня я вам покажу самые основные и, на мой взгляд, необходимые элементы, которые нужно выучить в начале занятия фристайлом. После объяснения самих трюков я буду вставлять также кадры в слоу-моушен, то есть вы должны внимательно смотреть на то, как двигается тело, и я уверен, это вам тоже поможет для изучения. Еще я хотел бы обратить внимание на парочку моментов. Первый – это то, что несмотря на то, что пауэр-мувы и большие фишки смотрятся куда сложнее и зрелищнее, база, на мой взгляд, намного важнее, потому что именно благодаря ей формируется ваш персональный стиль. И второй момент – это то, что все элементы, которые я вам сегодня показываю, вы сразу же начинайте тренировать на обе стороны, то есть на правую руку и на левую руку. И поверьте, в будущем вам это даст огромное преимущество перед теми, кто этого не делает. Давайте начнем урок. Разминку я проводить не буду, я думаю, это останется на совести каждого, но в фристайле мы начнем с вами с подводящих движений. Первым движением у нас будет обычное подкидывание мячика на руке, то есть мы немножечко скатываем мячик с ладони и пальцами подкидываем его вверх. Вот таким образом. Следующим подводящим движением у нас будет поворот мяча под рукой. Мы будем проводить мяч под рукой, удерживая сам мяч на ладони, то есть вот таким образом. Это мы делаем наружу, так же можно сделать внутрь. И можно так же чередовать. Внутрь, наружу, внутрь, наружу, внутрь, внутрь, наружу и наружу. Это движение поможет нам понять, как в будущем делать трюки с кручением. Вот такого плана. Также следующий момент, чтобы прочувствовать мячик, мы начнем его перекладывать вокруг тела и под ногами. Когда у нас получилось передавать мяч вокруг себя, мы немножко увеличиваем дистанцию между руками и будем уже перекидывать мяч из одной руки в другую при помощи движения пальцев. Давайте для начала сделаем это перед собой, чтобы прочувствовать мяч. Делаем это таким вот образом. Хорошо, когда вы прочувствовали мячик, давайте попробуем добавить движение между ногами. Отлично. И так же попробуем сделать это за спиной. Мы освоили с вами все подводящие упражнения на сегодня, но, как вы видели, пока что как фристайл это еще не выглядит. Поэтому мы сейчас добавим первое фристайлерское движение. Мы становимся в удобную позицию, берем мячик в две руки и левой рукой прокатываем мяч по ладони правой, немножко поднимая правую руку вверх. Нужно, чтобы мячик дальше просто упал на пол. Вот таким образом. После этого мы добавляем еще один оборот рукой и подхватываем мячик, не давая ему упасть. Этим мы закончим наше движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда начинает получаться и на правую, и на левую, начинаем просто чередовать. И со временем немножко добавляем скорости. И стараемся делать немножко амплитудей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы соединим это движение с нашими передаваниями мяча под ногами и за спиной. Таким образом, мы начинаем делать движение, но в конце мы хватаем его не в две руки, а, например, перекладываем под ногой. Сейчас мы попробуем правую руку и левую ногу. Мы начинаем делать движение и перекладываем под ногой. И на другую сторону тоже самое у нас происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начинаем чередовать. Сейчас мы делаем изнутри наружу. Можем также попробовать делать снаружи внутрь, то есть вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое мы попробуем делать с передаванием мяча за спиной. Мы также начинаем делать это движение, но вместо подхвата мяча мы передаем его за спиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Согласитесь, уже смотрится куда интереснее. Давайте же попробуем перемешать все это между собой и просто делать в разном порядке. Неплохо. Давайте попробуем следующее движение. Для этого мы также встанем в удобную позицию, возьмем мячик на правую руку. И наша задача сейчас закрутить его так, чтобы при ударе он вернулся к нам. То есть вот таким движением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Дальше мы попробуем поймать мяч. Чтобы поймать его, мы вспомним вот это движение, которое мы сделали. Но руку остановим на вот этом моменте, когда мы вывели его сюда. То есть ловим мы немножко развернутой рукой. Рука разворачивается в плече. И кисть также у нас из этого положения переходит в этот. Как это выглядит? Мы закручиваем, разворачиваем руку и ловим. Как видите, рука проходит немножечко над мячом и потом подставляется под него. Так как мяч у нас закручивается в эту сторону, это немножко помогает вам при приеме. То есть он легче ложится в ладони. Давайте же попробуем еще разочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вы освоите это движение, можем начать пробовать чередовать руки. То есть закрутили, поймали. И делаем закрут правой рукой, подставляя также левую. Чередуем руки. И чтобы это смотрелось поинтереснее, давайте также добавим оборот мяча вокруг себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу также добавить, чем сильнее вы будете делать это движение, чем сильнее будет крутиться мяч, тем само движение будет смотреться интереснее. То есть вот так или вот так вот, я думаю, разница заметна. Следующим важным движением у нас станет двойной оборот рукой вокруг мяча. Как мы это делаем? Мы берем мячик в левую руку и подбрасываем его под правой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А затем мы закончим эту фишку тем же движением, которым мы заканчивали предыдущее. То есть мы добавляем еще один оборот и ловим на развернутую руку. Выглядит это так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не забывайте, что плечо и корпус у нас немножечко разворачиваются и наклоняются, также амортизируя прием мяча. Теперь мы попробуем соединить предыдущее движение с этим и получить вот такой момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть мы также закручиваем мячик вот этим образом и добавляем двойной оборот рукой. Попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий момент у нас снова будет связан с перекидыванием. То есть мы будем перекидывать мяч с правой на левую руку, но уже выкидывая его из-за спины. То есть берем мяч в правую руку, кидаем его из-за спины, ловим левую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы немножко усложним это движение. Перед выбросом мы поднимаем левую руку наверх, а мяч выкидываем под нее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо. Дальше мы ловим мяч на ту же самую руку, которая у нас поднята. Таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы с вами соединим несколько движений, которые мы выучили за сегодня. И из них мы получим последнее движение, которое будет финалом нашей сегодняшней связки. Мы берем мячик, делаем закрут и ловим на развернутую руку. Затем мы поднимаем левую руку, под нее мы будем выбрасывать мяч дальше. Чтобы это получилось, мы добавляем разворот тела. Тело у нас будет разворачиваться вот таким образом. Левая рука отсюда у нас пойдет над мячом. Давайте попробуем еще раз. Поймали, выкинули. Давайте еще разочек. Поймали, выкинули. Хорошо. Дальше все, что остается, это поймать мяч той же самой правой рукой, которой мы выкидывали мяч. Давайте пробовать. Поймали, выкинули, поймали. Поймали, выкинули, поймали. Чтобы это выглядело немножко зрелищнее, я бы на самом деле еще немножко поменял бы уровень. То есть в конце, после разворота, мы немножечко присядем и уже после этого поймаем мяч. Давайте попробуем. Закрут, поймали. Выкинули, сели, поймали. Хорошо, а теперь попробуем собрать все, что мы выучили за сегодня и сделать нашу обещанную связку. Повторить вам нужно будет вот такое комбо. Ну что же, дерзайте, удачи вам. Ну что, на сегодня все. Я вам показал очень важные моменты из базы флоу фристайла. Технически ничего сложного не было. Я уверен, что у каждого получится. Если вдруг не получилось или получилось так, что не нравится, как выглядит, не расстраивайтесь. Просто больше тренируйтесь и повторяйте. Красота и легкость в движениях тоже появятся, но придет она только со временем и усердными тренировками. Также, если вы смогли повторить ту связку, которую я давал в конце, снимайте ее на видео, отправляйте мне, я обязательно посмотрю и дам вам комментарий, над чем лучше поработать. А если кто-то действительно постарается и сделает так, что мне очень понравится, это видео я даже добавлю в начале следующей обучалки с примером того, что мы сделали в прошлый раз. Еще хотел сказать, что через несколько уроков, когда мы будем иметь больше базовых движений, я сделаю обязательно видео, как начать фристайлить под музыку, потому что этот навык тоже вам пригодится, если вы собираетесь дальше выступать или участвовать на баттлах. Хочу сказать огромное спасибо своим информационным партнерам, а именно тем порталам, которые доносят мои видео для людей, которые с ними еще не знакомы. Это у нас slamdunk.ru, паблик we love basketball вконтакте и паблик balaholics magazine. Все ссылки на них будут в описании, можете переходить и смотреть новости. Урок номер 3 я посвящу основам дриблинг пристайла, это тоже будет что-то новое и интересное, так что подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить его и также всякие информационные ролики, которые я тоже заливаю. Если вам понравился этот урок, обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Ну а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!